Вот мы продолжаем работать, дождь и крупа осыпется снежная, а у нас уже почти прошла туча, посмотрим где у нас Игнатьевич, прятится от этой непогоды, а у нас сидит. Все, Игнатьевич, можно выходить? Ветер дует, у меня уши болят, заснул окончательно. Сижу и смотрю, вон две раздевалки, у одной раздевалки что-то выше, ниже, там что такое? Как будто он где черный это самое, что это такое? Не знаю. Ты скажи вот это, глина-то тут застыла, она сухая, видишь солончак какой? Это глина-солончак. За грехи живущих землю делает плодородную, солончатой. Вот солонцы почему. Не о горах, не о чем написано так, а только вот о солончаке. И он вообще пережирает все. Навоз давай, никуда не годен, говорит. Ни в навоз никуда. Это как раз о солончаках речь идет. Соль, потерявшая силу. Потерявшая силу где? Солончак. Вот это соль, но она потеряла силу. А эти приходят животные-то и лижут ее. Вот на это она годная, там косули, кабаны. Вот я спрятался за этот, за бруствер-то. Это Сашенко сделал, Алеша. Тут работал. Все, прошел ветер? Да. А то, главное, это, смотри, вот даже вот сейчас прошло и гляди, как топнет. Как он бедный не утонул только тут. Вода стоит уже. Мы ничего больше не могли сеть сделать. Проваливается все. У меня было такое. Не один раз. Так-то работали бульдозера. И вот когда начнется вот это вот, а там еще выше. Спасти нельзя. Он тонет, сел на брюхо, гусеницы крутятся. И поэтому я срочно снял его и отсюда пошли и на тот пруд ушли. Конечно, не оконченная работа. Вот чтобы поднять теперь вот это вот, загородить. Это все надо будет, бульдозера не будет. Вручную будут люди. Сейчас вот подумалось, как размокает все. И надо внизу, что нынче, в воду попадает. Вот этот верхний слой, вот такой вот, им все это уложить. А она-то не будет размокать. Она корешками пропитана. Ну, хватит у нас этого или нет, этого верхнего слоя. Тут-то много, вообще-то, наворочено. Но это далеко носить. А что сделаешь? Особенно там, где у нас будет вход. Вон, ребята работают. Пошли. Это на ногах-то. Это видно еще, нет? Видно. Вот это, блин, а вот, пожалуйста. Вот в прошлый раз мы смотрели бык, как он прошел, откуда залез на плотину. А нам оттуда видать здоровый бык. Подошел, а дальше некуда. Он уперся и стоит. Дальше-то там запасная земля, и внизу там бетонный проход, а потом опять пруд разорван пополам. И он встал и стоит. А какие у него в мозгах там жернова ворочаются? Вчера ходил, сегодня нет. Ну, вернись назад. А у меня дом там. Ну, иди назад. Там прохода нет. А куда я пойду? Там корова и там быки. И вот он ходил, ходил взад-вперед. И куда он ушел, неизвестно. Потом, гляжу, у Глушкова стоят двое. Видимо, они были. Вот так некоторые люди. Он уперся и все. Меня больше всего в последнее время интересуют нападающие на меня. Называемые православными. Они православие не нюхали даже. Православие – это чистота, это забота. Они меня грызут, как бешеные псы. Обзывают всякое. Не смотрят ни на возраст, ни на знание, ни на опыт, ни на жизнь. Ни на что не смотрят. Как будто оголтелые черти выскочили откуда-то на меня. И все выходит под фамилиями, под именами. Э, все, С, Д. Тогда эти на меня говорят демон. А С – сатана. Я просто расшифровываю им. Дьявол. И хоть бы одно слово могли подтвердить. Никакого. Они делают то, что я – не делают. Надо, чтобы молчали, никто не говорил. Они не говорят, и ты не смей. Они от зависти лопаются, попы. То, что мне это дано от Бога, это знает любой. Любой, кто один раз со мной встретился. Любой. Православный, неправославный, мусульманин, иудей. Все, абсолютно все. И все говорят, вот с мусульманами переписываются. Там Самир – дорогой, милый, отец Игнатий, учитель. Идем по городу. И она всем в Баку говорит, это мой учитель приехал. А сама просто умрет. Откуда это? Потому что она не связана с попами была. Самая пораженная – это те, которые с попами в монастырях. Им мощи надо кости. Прям с мертвецами вместе за столом сидят или едят, не знаю. И вот подкапывается под тебя вот храм. Надо на мощах мученика. А у вас как? Это не я делаю епископ. Отстань меня, Дэ. Отстань. Он не знает, что дальше сказать. А вы нарушаете тоже каноны. Какой? А на мощах? Я мощи не брал ваши. На мощах мучеников. Не на частичку, которую вы оторвали в материю и зашили. Да вы считайте правильно. Его убили, Лукьян. А до этого, говорит, алтарь должен быть мучеником. Ложите на грудь, он закованный лежит. Ложите на грудь мне и совершайте литургию. Вот они где, алтари. Ну вы-то кто? Вы же шагу не сделаете бесплатно. Торгуете непрерывно. Вы устроили страшный сатанинский бизнес в церкви. Все продается. Абсолютно все. Любого в сад поют. Кого угодно. Не спрашивает ничего. Главное, крещен был. А как крещен? Поп ему ладошкой полбу стукнул. Это крещеный считает. Цыган всех отпевает. Казаков. А казаки это те же цыгане. Те же лошади. Ничего не знают. Но слава Богу, что они подтверждают. Я стою на истинном пути. Если такие на мне силы сатана задействовал. И все завидует и завидует. А мне завидовать нечего. У меня ничего нету. Вот она, исковыренная земля. Я ее опять на себе буду носить. Учитывая, что мне 77-й год. Вы в этой ненависти-то вряд ли доживете до моего возраста. Моя биография негладкая. Как-то обо мне я стихотворение написал. Я успевал на каждом повороте засеять поле. Застолбить межу. Считайте по слогам. По слогам. Потому что целиком вам не проглотить. На любом повороте я оставил следы, которые вам никогда не расшифровать. Вы только одно. Как один батюшка с Нижнего Новгорода. Игнатий насчитал Библию. Она слушается. Это не артист считал. Это человек, который глубоко верит. Это что-то говорит. «Моим голосом насчитаны 12 томов златоуста, звучат по всему миру». Вы почему это не делаете? Что, слабо? Ну, он говорит, дальше Библия насчитана кем им? Архипелаг ГУЛАГ, значит, это зэк считает. Я впервые, говорит, услышал, что вы так считали. Это не артист, там интонация играет где-то. Это я впервые в Советском Союзе до Нового Мира за 10 лет раньше распространил по всему Союзу. Они ничего не берут. Они никто. Вот клоп, клещ укусит, прицепится. Ну что, оторвал его, а у него голова еще остается. И он там гниет и гниет. Вы безголовая сгниете около меня. Работайте. Я у вас работу не отнимал. Таких брошенных деревень еще 21 тысяча. Добейтесь, восстановите поселение. На наших обычаях не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. Да вы даже помыслить не можете. И вы даже в семье у себя этого сделать не можете. А это, посмотрите, окрестно все, мы работаем, наша земля приезжает отовсюду, люди, с других государств. И все они завидуют, все скрипят, все подделаются, попахивает сектантством. Вот попахивает. Ну попахивает, ну успокойтесь дальше. Это вас-то как касается? Ну пусть попахивает. Не разобрались во мне епископы. Три епископа Алтайской епархии образовала, и все они у меня дома. Московская патриархия. До этого был первый Масендич Антони. Он обедал у меня. Жена у меня мастерица, пироги стряпает. Мы с ним вместе в машине ездили. Ну, в то время видео не было, не заснято это. Это отображено в другом виде. Ну, а Максим, он был не совсем расположен. А потом все смирилось, как есть. И перед отъездом он здесь, вот, Липецкий. Теперь перевели его туда. А про митрополита нынешнего Сергия говорить не надо. Вот только неделю назад, 16-го числа, на божественной литургии в поселке Потеряевка, на престольном празднике. На престольном. Я причащаюсь. Он сам меня причащает. И он что, не разобрался? Четвертый раз приезжает и не разобрался. Ну, маленько вы вдумайтесь, маленько-то. Вы со мной ни разу не встречались, злодеи, враги. Ни разу. Ничего не читаете, не знаете. А у него все есть. И он читал проповедь и просит в храме, когда я ко кресту подхожу, Игнатий, скажите проповедь, вас кто просил когда? Да кому вы нужны, злословище, гной на уста ваши? Как пишет нацел, взгляни, кто учит мир, Чему когда-то и ты учил его под тяжестью креста, Как ярко их клеймо порока и разврата, Какие лживые застраждущего брата, Какие гнойные открылись уста. О, если б только зло. Но рвать со всей душой, рассеять это зло, Трудиться для людей. И горько сознавать, что об руку с тобою Крещит об истине, ломаясь пред толпою, Прикрытые маской продажные фарисеи. Вы продажные. Вы все время предавали друг другу. Это сергианство сделало вас такими. Горькие плоды сладкого плена. Сергия Острогородского. Вы еще никоновскую реформу не проглотили. Все цепляетесь. Одно то, что из 340 приходов какие были, Мы единственные два прихода, Наши батюшки Акимы, остались верными Тому курсу, который был в зарубежной церкви. И так и говорят. Но мы тогда с первого дня уже Признавали благодатность Московского патриархата. Это говорит о чем? О прозрительности. Мы не ждали этого, что дальше будет. Но заранее Бог нас вел этим путем. Мы не изменились ни в чем. Ни в копейке. А они ищут и добивают, которые слабые. Ну добили его, бросили. А теперь она никуда не ходит. Священники многих отвратили. Почему? А я их направлял к священникам. Они нигде теперь. Вы отвечать будете на суде Божьем. Вам гиены мало будет, как говорит Иоанн Златоуст. Я куда ни посмотрю, везде радость. Эти деревья, что-то вот стоят все. До одного дерева это мной посажены. Мной. Вас тут не было. Этого пруда бы не было. Крещения не было. Вы ничего не можете показать. И вам нужно заглушить это. Задавить этот источник. Вы ничего не можете сказать. Сатана и дьявол. Вы понимаете, о ком я говорю? Им сказать-то нельзя. Они умрут от страха. Они сейчас начнут сразу в администрацию Ютуба, в администрацию контактов заглушить и прочее. Они подлые, дикие, мстительные. А я их ни одного не видел, не знаю. И каждый день нападают. Дня нету, чтобы не нападали. А сатанелые. Но в конечном счете радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше, как неугодное, Сыну Божию понесут. Велика ваша награда. Я на них не обижаюсь. Но я говорю им со всей силой убедительности. Отстаньте от меня. Нет ни одного человека, которые нападали на меня и остались бы живы. Пока ни одного нету. Вы будете раздавлены, вы будете разметаны, вы сгниете. Я буду перечислять вам имена самых больших, которые против меня воевали. Ни одного нигде нету. Я еще не вернулся, прокурор умер. Следователь в молодых годах умер. Нет никого, который писал статьи, его зарезанным нашли. Я буду перечислять только рядом, которые. Вы сумасшедшие будете. Я избранный Божий. Мне Дух Святой открыл проповедовать. А кто вас... Зачем бы меня митрополит приглашал? Я первый и единственный был за годы существования зарубежной церкви. Это более 50 лет по миссионерскому фонду. Мне сказали это в Синоде в Нью-Йорке. Вы, говорит, первый по миссионерскому фонду никого не призывают. Нет. Меня признали миссионером. На меня чего признавать? Я вернулся из тюрьмы. Я узник ГУЛАГа. Узник совести. У меня это никто не отнимет. Это всем понятно. Как написал тут один журналист, говорит, такие, как Лапкин, они, говорит, подтащивали коммунистический режим, пока он не рухнул. Вашего там ничего нету. Еще просто стал жениться, на кого же говорят. Вы его подошвы не стоите. Враги его. Вот сегодня мы работаем здесь. Завтра, если Бог благословит, сегодня сумеем сделать. Переходим на следующий пруд. А какая работа? А дальше только начало. Тут надо возвращаться теперь. Делать короба. Потом бетонировать будут. И все это не бесплатно. А мы платим суда. Только за доски, которые 50 тысяч. Только за доски. А уж бетон, арматура, не считай где. Вы нападаете, а что я на вас буду отвечать? У вас ничего нету. Да еще под какими-то никами, аватарами. Скрывается подлое. Я за всю жизнь ни одной бумажки не написал, чтобы не подписать именем и не указать адрес обратный. Так делал патриарх Тихон. И в нем настоящего истинного противника Зержинский признавал. Вы-то никто. Совершенно никто. И кому будут отвечать? Как С, и так, и другой. Подожди, я сейчас что-то там в другой комнате. Все, в другой комнате у них. Ушел. Да я сейчас вернусь. Я что, 10 минут, 22 часа нету. И, наконец, он оттуда вылазит, как Змей Горыныч, уже враг. Он забыл, что я жду у него. И второй такой же. И третий. Они одинаковые все. Сатана их клепает больше там. Они не уважают ни людей, никого. А зачем это? А их так никто не знает. А на мне они вокруг моська-то лают на слона. Ай, да, сильна. Знать, моська сильна. Ну, вы же ничего не можете делать. Я бы сказал, вот у вас поселение. И вот такое. У вас обратились души такие. Это у вас нет ничего. Детский лагерь сравнить. А как я сравню, когда ничего нету? Сравнить, допустим, свои стихи с книгами вашими? У вас нету. Я что бы не взял? Пустота. И что бы я с вами воевал-то? Я просто говорю для того, чтобы остановить их. Меня ждет непогода. Вот сегодня сколько раз дождь был. А вы сидите в теплом месте. Вон он идет. Смотри, опять какая падера. Это по-сибирски непогода. Да, с правой стороны, посмотри, там дождь идет. Обложило все. Куда ни глянь. Это сегодня не меньше десяти раз он нас мочит. И мы не уходим, работаем и работаем. Долбим киркой, долбим сечкой, копаем лопатой. У вас-то ничего нету. Вы с утра такие были, и вчера такие были. А мы вчера нас дождь захватили, и два до дома добежали. Чуть прояснилось, я прибежал. Ребята, идем скорее. У нас времени нисколько нету. И делаем для людей. Вы же пальцем не пошевелили нигде. Я на вас где-то в интернете напал хоть раз. Хоть раз. В личной беседе, когда беседовали, я говорил несогласие. Как вы можете признавать церковь, церковью тех, у которых нет рукоположенного священства. А он из баптистов пришел и признает, да зачем ты шел сюда? У баптистов-то все лучше, чем у нас. Правильнее у нашего. Но у них нет священства, и они не церковь. Учатся еще-то академии, семинарии. Дурят, а чем дурнее, тем умнее окажется. Куда только не лезут. То славика славят какого-то там, чебаркулят, то еще что-то. То муть отходят от Авеля ездит, монах Семенов. ННН, паспорта бросьте где-то. Мое мнение во всех вопросах ничем не разница от мнения, которое патриархийное. О чем говорит Иларион Алпеев, Смирнов Дмитрий, Алексей Осипов. В этих вопросах я полностью с ними согласен и поддерживаю. А эти-то, которые нет, да и вы-то ворчуны. Вы ничего не можете сделать. Остановитесь, отойдите от меня, пока вас Бог не поразил. Я вас умоляю, прошу. От вас только дым останется и труха. Потому что вы никакие. Был бы настоящий противник, ты бы вышел и сказал, вот я, иду на вы. Вызовите меня на бой, вызовите в семинарии какие-то, академии. Вызовите в центрские отделы. В самые высокие инстанции. Я перед вами готов, жду, прошу суда. Как Павел стоял, говорит, я благодарю Бога, что могу защищаться. Мне даже этого счастья не предоставили. А выпускают вот этих бешеных псов. А бешеные, где они будут отстреливать, лютые волки. Деяние апостолов, 20 глава, 29 стих. Прочитайте, заучите, запишите и наклейте на себя лютые волки. А я не отношусь к священству. Поэтому я отвечаю вот за это, отвечаю за печи. Печи, я печник. На кого вы нападаете? Посмотрите, на кого. Как Ева говорит, гляньте. Вся псалтырь против вас, вы ее считаете, не знаете. Идущий мой хлеб. Вы от меня питаетесь, приходите, на моих ресурсах трясетесь. Я-то не знаю ваших ресурсов никаких. А у меня YouTube, канал. А кто канал посоветовал вам? Первый посоветовал мусульманка. Самира Тагеева говорит. Отец Игнатий, вам надо свой канал. А что это такое? И сразу находятся люди, которые делают, заводят. Давно ли завели? 3500 роликов. Согласитесь, что это что-то стоит. Если пасутся каждый день. Посещение уже миллион 300 тысяч просмотров. Так я там и бываю, это два раза в день заглянул, да и убежал. Материалы-то наши какие? Огромные. Там и патриарх выступает, и чего только нет. Ничего не присваиваем. Ни на кого не нападаем. Я ни одно не нашел. Что где-то, ну, разбор. Делал одного там 50-ти о языках. Я знаю, это для меня очень близко. Ну и Шевченко Александрович. Я разобрал и показал, что языки, которыми говорят, они не от Бога. Только это. А сам он по себе прекрасный человек. Может быть, не знаю. Людмила Плетт, там что я говорил. Ее материал распространял между нами девочками. Адраса Мессел. Я говорю, даже патриарх такой не скажет ни один. А вы этого ничего не видите. Я православный, мое православие доказано всей жизнью. А они, ты не православный. Ну, не православный, вам какое до меня дело. Ну, считайте, что я католик. Ну, считайте, что я мусульманин. Вам-то что от этого? Не бойся, просто мусульман-то вы рта не раскроете, как Данил Сысоев-то. И здесь вас нету. Не вижу я. На меня нападают, а мне разницы никакой нет. Я говорю, всех, которые миссионерствуют, лучше всех Олег Синяев. Он с Библией в руках. А у вас-то ее нет. Смотрите, глаза закатят под лоб. Полслова скажут, а опять сидят. Какой же ты проповедник? Тебе не дано, у тебя харизмы этой нет. Привлекательности нет. Обаяния. Не стройте, не стройте. Мне есть что сказать. Новые люди приходят. Во всем интернете. В интернете сидят наиграл. Никита, а почему ты нас вышел? Я увидел у вас уникальность. Какая у вас уникальность? А вас всех вместе взять, как мусор. Вы все одинаково по штамповку. Злобные, корыстолюбивые, продажные кляузники. Самая негодная, самая ненужная собралась. И частично на меня направил сатана их. Ну и что? Да будет имя его благословенно. Дождь выдержали, нападки выдержим. Да и встретим Господа достойно. Пошли-ка посмотрим, что братья делают. Вот какая. Смотри уже сколько прогребли. Это пока я бегал туда. Володя меня увидел. Под горой-то есть. Аппарат взял и прибежал. Снять. Значит ему интересно это. Я тебя, Володя, звал к себе туда, нет? Мне братья посоветовали. Я даже не знаю, что подойдет. А они понимают так. Это я их натренировал, чтобы они меня снимали. Они строят здесь. А я ушел, ответ распрятался. У меня продуло всего. У меня колени не движутся. Здесь истисканы. А Володя подсосил. Давай, Володенька. По славу Божию. Вот в этот прорыв у нас пойдет вода. Если что, вот сюда должна пройти. Старый прорыв, вот она куда пойдет. А здесь 6 метров. А так как 6 метров пришлось дальше копать новое, надо еще 2 метра добавить. Вот такой вот будет 2 метра еще доска. И вода будет хрестать туда. Она вот этот бугор может смести. Ну а дальше идет по логу. Лога – это остатки нового потопа. После нового потопа. Посмотри, какая глубина. Огромные, огромные шли здесь воды. Здесь может быть километра 3-4 была вода. У нас все интересно. Все абсолютно. Вот так.